Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 655. Событие дня. Иеремия 15.6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал миловать. За 28 сентября 2017 года. Поступил и данные. Я их делаю известными для всех. О Калинине Александре. Вспоминая нашу первую встречу с ним, когда я сказал, не обманывай людей, покайся и не трепи языком, что ты воскрес и прочее. Иди работать. Никто мне про него не говорил плохого, ничего нет. Я сразу увидел, что это чужой человек поддельный. Страшное честолюбие. Среди баптистов везде ходил и ездил. А те рты раскрыли. Тысячи людей прошли перед ним, и никто не видел, кто перед ними. В суде рассказали детали судимости главы христианского государства. Вот где откройте. Красноярск. Красноярск. 28 сентября. РИО Новости. Лидер организации христианское государство Александр Калинин. Задержанный за давление на кинотеатры в связи с показанным фильмом «Матильда» имеет судимость за убийство своей соседки в Норильске в 2002 году и разбой, сообщил РИО Новости пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина. Ранее источник правоохранительных органов сообщил, что Норильский городской суд приговорил Александра Калинина к восьми годам лишения свободы согласно статьям об убийстве с отягчающими обстоятельствами о разбое с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере и о подделке изготовления или сбытие поддельных документов. По данным Крайсуда, в мае 2003 года Красноярский краевой суд приговорил Калинина к восьми с половиной годам колонии строгого режима за убийство соседки и разбой, которые были совершены в Норильске в 2002 году. Согласно материалам дела, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки, хорошей приятельности и его матери есть деньги и сообщил это двум знакомым наркоманам. Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру, ломили дверь, отключали свет, но женщина не открывала, а открыла только когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, забрали 75 тысяч рублей, чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли. Задержали его в сентябре 2002 года. В мае 2003 года осудили на 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. В июне приговор вступил в законную силу, отбывал в Норильске, сказала Мишанина. Она пояснила, что в январе 2003 года Калинин еще был осужден на 2 года условно по статье за подделку документов. Рея новости. Во время отбывания наказания Калинин писал жалобу, что ему недоплачивают денег северный коэффициент, который оставили без удовлетворения, добавила в собеседнии с агентством. Согласно судебным материалам, Калинин, уроженец города Грязи Липецкой области, в настоящий момент Калинин и его три сподвижника по христианскому государству, арестованы по уголовным делам. Лидер обменяют статью принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения, а рядовым членам, в том числе брату Калинина, поджог машин, офис адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Ранее организация христианской государства «Святая Русь» разосла директором кинотеатров три письма с требованием отказаться от проката фильма «Матильда». В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматриваться как желание унизить святых православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя христианское государство «Святая Русь», не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах учителей со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это. Это событие дня, об этом молюсь, его несчастная душа. У нас было записано несколько роликов беседий, в каждой я обличал его и просил не дурить голову, не называть себя православным, ни посты, ничего не соблюдает. Это все, частичка Бога, частичка истины, частичка. Беззаконник, он не знает Писания совершенно, канона не соблюдал. Это года два назад у нас была я. И гонялся за мной, и товарищи, или он сам под разными именами, где этот ролик, где этот ролик, чтобы убрали. Знает, говорит, лиса, чье рыльца в пуху. Ну и наши ресурсы смотреть. Это мой мир, mail.ru. Мне очень нравится. Удобно пользоваться, писать. Тут в почту, везде. Вот он. Где я в шапке? Вторая, где я с головем, это контрольный. Ну и ленточную у нас есть. Форум. Очень хороший. Хороший, составленный легко. Богатейший. 1600 разных тем. Вот первая тема, только просмотров 191 608. Ответов 3689. Это самое большое. Но тут поменьше. Разная тема. И вот канал «Восвете Библии». Православный видеоканал «Открытым оком. Восвете Библии». 8300 видеороликов наших. Не знаю, что тут не открывает картинки. Сегодняшние. Утром плохо тянет. Вот. 5. Когда это было по 10, а тут сбросил сразу по 5. видеороликов каждый день. Ну и дальше «Восвете Библии». Это наш библейский сайт. Православный библейский сайт. Не может открыть никак. Но скажу, какие события вчера. Вот здесь главный вопрос и ответ. Я по темам отвечаю. Девятый – это война. Сейчас по порядку озвучиваю. Просят озвучить. Говорят, читать некогда. А это прослушать-то можно. Даже в дороге смотрят. Вот так. Что вчера готовились мы? Позавчера заготовили сваи. Это 150 свай по 2 метра. Их надо заострить. Пилы перестали работать. Избились. Ну так кое-как все-таки делаем. Ну я пробежал по своему краешку. По этому краешку поселения тут. Устиновым сказал. И 9 человек пришло шкурить. Ошкурить. Снять кору. И маленько успели сделать. Сказал Володя. Съездил. Говорят, еще Володю не позвали. Плотникова сына Серафимы Гавриловны. Не знаю я. А тогда поехал и сказал. Он правда пришел с топором. Быстро работает. И я доволен очень. И сегодня, если Господь благословит. Это уже сегодня у нас 29 сентября. Это за вчерашний день говорим. Вот так. По одному делу. Я отдельно обедал всегда дома. Вода и сухари. Ничего не было. Отказался. Воскресенье не был там. С ребятами, братьями. С Никитой, с Володей не был. В понедельник, вторник, среда, четверг. Потом я эту тему обсужу. Расскажу, почему так было. Зачем. Запишем даже ролик на эту тему. Вчера я опять вошел в общий обед. И опять вместе мы. Никита подал повод такой, чтобы отстраниться от совместной еды и прочее. Ну, если Господь благословит, то надо срочно завозить сваи и успеть закончить. Времени у нас есть еще, но мало. 10 октября, думаем, выезжать. Приехал Виктор Николаевич, а также позавчера, с женой Иоанной, с дочерью Ангелины. Ну, там что, дальше будет видно, скажут сами. Мы молились об этом, Господь сохранил в пути. И не ближний путь был. Вот. Ну и в теме войны. Сейчас я выброшу здесь один вопросик. Вопрос 1154, третий том открытым оком. У меня 33 тома, их открытым оком. По 752 странице книги. Почему вы материали о войне накинулись на преподобного Сергия Радонежского и на блаженного князя Александра Невского? Столько лет воинство прославляли, и преподобный Сергий не мог Дмитрий Тридонского на грех благословить. Он благословлял его за защиту Отечества. Сколько раз Царица Небесная помогала русским одерживать победы, ведь это так. Значит, защищать Отечество, Царя, Дом, Храм и грех, как вы говорите. Быть того не может, иначе бы Бог не помогал. Это мне поступали записки. На капельру я в университетах пить и вел занятия там. В нескольких техникумах, во всех отделах милиции, городском, краевом. Три радиопрограммы вел в то время. Сейчас не могу сказать, в каком месте, в воинских частях. Ответ. Я отвечаю согласно Слову Божию и Библии, а вы вопрос задаете согласно поступкам людей, которых считают праведными. На это Иоанн Златоуст отвечал так. Вот Иоанн Златоуст как отвечал. Неплохо бы всем знать. Я тебе считаю владычный закон, а ты распространяешь чужие грехи. Речь шла о клятве. Это не одно и то же. Если вы считали этот материал, теперь он помещен в нашей книге к истинному православию в главе, а я говорю вам, любите врагов ваших, то к этому добавить я ничего не могу. Идите, воюйте, защищайте. Только не прикрывайтесь Богом и Божьей Матерью. Сейчас, по благословению патриарха Алексея Второго Ридигера, министра обороны Грачева и Ельцина Бориса Николаевича, Варвара Великомученица должна изображаться не с чаши, а с ракетой типа «Земля-Земля». Если, не дай Бог, эти ракеты, носящие имя сатаны, кого-то поразят, то вы также будете считать, что помог Бог, а не сатана? Вот представьте, какие ответы. Я сразу отвечаю на согласно Слову Божию. Иеремия 32-35. «Устроили капище валу в долине сыновей иному, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих, в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». И я не накинулся, а охарактеризовал все с позиции Библии. Сергея Радонича за его поступок необходимо было сразу же лишать сана и отправлять затвор за размонашивание иноков, вернувшихся к воинскому званию. И на этот позорный поступок его в жизни бы уже никто не ссылался в течение 600 лет. Ну вот и все. Вот ответ. Бояться авторитетов человеческих... Я при чем тут? Вы боитесь, а на меня сваливаете? Не бояться надо. А открыл истину, протворить ее в жизнь. Вопрос 2127, 8 том открытым оком. «Почему христиане служили в армии и притом у языческих императоров?» Ответ. «Единственный только потому, что люди не знали учения Христа, но достаточно было для них отвергнуться идолу и не приносить им жертвы». То есть на это только смотрели, больше ничего. Матфея 5, 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Еще бы хорошо уйти в равное ангельское звание, в монашество, и повыше в горы, и подальше от людей». Вот какие я места Библии привожу в защиту этого. Ливит 26, 17. «Обращу лицо мое на вас, и пойдете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». Предсказано было, никакие ракеты, новые там, тополь, и проще не помогут Буратино. Притча 28, 1. «Несчастивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». А выйти из воинского звания было так просто, и даже это ничем не грозило, оказывается. Но монахи культивировали совсем другое учение, противное Христу. «Можно воевать, можно убивать, можно клясться». «Житие святых» в кавычке, копирую. Тарах, 12 октября. Проконсул спросил, «Из какого ты рода Тарах?» «Я происхожу», – отвечал Тарах, «из римского воинского рода в сирийском городе Клавдиополе, и, сделавшись христианином, оставил военное звание». Проконсул сказал, «Ты был недостоин служить воином, однако скажи, как ты вышел из воинского звания?» «Я просил начальника Публиона, сказал Тарах, и он отпустил меня. Феотекна, 10 октября. Я сказал, чтобы просто было выйти оттуда. Доказательство от 1 жития, 2, 3, 4 Феотекна. Это не Осипа никто не скажет. Не скажут, они не знают. Не почему-то они знают, ему это не надо. Все, кто красуется, выступает, священники здесь, ни один на него не ответит. Вот задайте им этот вопрос, и чтобы подтвердили, вот то, что я отвечаю, воевать нельзя, Словом Божиим, и подтвердили житиями святых. Я их не унижаю, просто знаю, не ответят, не знают. Это не кто-то говорит, Андрей Кураев. Игнатий просто поднял пласты, забытые нами, забытые, они не знали, заброшенные. Маленько уточняю. Несчастливый царь Максимиан, пришедший однажды в Антиохию, устроил празднество в честь скверных своих богов и сдал повеление, чтобы сначала воины приносили жертвы идолам, а потом и весь народ. В числе воинов находилось много христиан, которые, не пожелав повиноваться приказанию царя, сбрасывали с себя воинские пояса и шли на мучения за Христа. Кирилл. 11 мая. После всего сарацины спросили, если Христос есть ваш бог, то почему же вы не делаете того, что он велит вам? Ведь написано в Евангелии, молитесь за врагов, делайте добро ненавидящим, притесняющим вас, и бьющим вас подставляйте щеку. Вы же поступаете не так, против противников ваших вы оттачиваете оружие. А как обличение, какое. Иоанн воин, 30 июля. Сей святой Иоанн служил в войске в царстве императора Иоанна отступника. И вместе с другими воинами послал он был убивать христиан. Тем, кто видел его преисполнение этого дела, он казался гонительным христианом, но тайно он оказывал им немалую помощь. Так, одних, прежде чем они были схвачены, он извещал, чтобы они могли убежать, а других уже после того, как они были схвачены, освобождал. Он оказывал милосердие не только гонимым христианам, но и тем, которые просили у него помощи, давая им все то, в чем они нуждались. Упражняясь в молитвах и посте, святой Иоанн посещением больных и утешением скорбящих украшал жизнь свою и совершенствовал себя в добродетели. Проведший жизнь свою, так богоугодно он отошел к Господу и был погребен на том месте, где погребались сторонников. Марин седьмого августа, затем, придя с ним во святой алтарь, епископ указал рукой на святой Евангелие и на воинский меч, который Марин был припоясан, сказал, «Из двух этих вещей избери достойным уж какую-либо одну, или носить этот меч, чтобы временно служить земному царю, а по смерти получить вечную погибель, или сделать собой нам небесного царя, положить душу за его пресвятое имя, написанное всей книге, и царствовать с ним бесконечные веки». Интересно. Это епископ. Вот это почему нигде не культивирует? Святой Марин, простершив правую руку ко святому Евангелию, с горячей любовью облобызал его, показывая, что он готов за Христа идти на смерть. Тогда епископ сказал ему, «Всей душой твоей прилепись к Богу и укрепляемой его силой прими то, что сам избрал». То есть долой меч, молитва. Никита, 15 сентября, «Жизе святых» по Дмитрию Ростовскому, старый стиль, переходя через реку Истер, Дунай. Он приказал сделать изображение Святого Креста и носить все изображения перед своими полками. Так он напал на фонариха. Произошло ужасное сражение, но христиане с помощью Креста одолели афонариха и победили все его войско. Одних убили, других взяли в плен. Так что сам он с небольшой дружиной едва успел убежать. С того времени христианская православная вера все более и более стала распространяться среди годов. Ибо многие, увидев неопредалимую силу, Креста, проявившуюся в битве, уверовали в распятого на Кресте Господа. Рамил, 6 сентября, случилось, что Троян, находясь со множеством своего войска в восточных странах для покорения себе и веров, савраматов, арабов и других народов, вздумал пересчитать своих воинов. И нашел среди воинских полков 11 тысяч человек, исповедовавших Христа и отвергавших поклонение идолам. Представьте, что гонитель, захватические войны ведет покорять другие народы, куда, ну, раз он язычник, и 11 тысяч христиан. Всех их Троян с позором отослал в Армению, надеясь, что это заставит их отречься от Христа и принести жертвы идолам. И они снова вернутся в свое воинское звание и получат прежнюю воинскую честь. Тогда Рамил, как военачальник, пришел к царю и укорял его безбожие и безрассудствие, в том, что он, вышедший на войну, сам уменьшает свое войско. Себя же, Рамил, исповедовал христианинам, готовым умереть за имя Иисуса Христа Господа своего. Троян сильно разгневался на святого, повелел его жестоко бить и осудил на смерть. Сергий Радонежский 25 сентября, затем осенив князя с честным крестом, преподобный пророческий изерек, «Иди, господин, небоязненно, Господь поможет тебе против безбожных, победивших врагов своих». Последние слова он сказал одному только князю. Обрадовался тогда защитник из русской земли, и пророчество святого заставило его прослезиться от умиления. В то самое время в обители Сергиевой подвязались два инока Александр Пересвет и Андрей Аслябе. В меру они были воинами, опытными в ратных делах. Сих воинов иноков и просил великих князь у преподобного Сергия. Старец точно же исполнил просьбу Дмитрия Ивановича. Он приказал возложить на них, на сих иноков, схему с изображением креста Христова. Вот сейчас оружие непобедимое, непобедимое. Да будет оно вам вместо шлемов и щитов бранных. Тогда великий князь в умилении воскликнул, если Господь мне поможет и я одержу победу над безбожником, то поставлю монастырь во имя причистой Бога Матери. Простившись мысленно со своим отцом духовным, со своим собратом Аслябой и с великим князем, сей доблестный воин Христов с копьем в руках быстро устремился на своего противника. Со страшной силой они сшиблись и оба пали мертвыми. Тогда началась ужасная битва. Такой сечи еще не бывало на Руси. Бились на ножах, душили друг друга руками. Тесня один другого, умирали под копытами лошадей, от пыли и множества стрел не было видно солнца. Кровь плилась потоками на пространстве целых десяти верст. Много доблестных воинов русских пало в тот день, но вдвое более было побито татар. Битва окончилась совершенным поражением неприятелей. Безбожные высокомерные враги бежали, оставив за собой поле битвы, усеянное трупами павших. Сам Мамай едва успел убежать с малой дружины. Во все время, пока происходила ужасная битва, преподобный Сергий, собрав братьев, стоял с нею на молитве, и усердно просил Господа, чтобы он даровал победу православному воинству. Вскоре после всего наваждением дьявола татары под предводительством нового хана Тахтамыша коварным образом напали на русскую землю. Тахтамыш внезапно захватил Москву, разорил несколько других городов. Преподобный Сергий удалился в Тверь, страшные враги уже были недалеко от обители, но могущественная десница Божия сохранила монастырь от дерзновенной руки грозных завоевателей. Тахтамыш быстро ушел, когда узнал, что приближается великий князь со своим воинством. Засохшие деревья, был пожар, горело-полыхало сушняком, тушили кто чем мог и млад и стар, подсчитывали угольки потом. Так каждый год бесчетные пожары на тысячи гектаров по тайге, за злые умысли, за грехи нам кара, спасения от огня не видится нигде. Как первый мир, возникший из воды, водой был потоплен, уничтожен, так этот, разыгравшийся на все лады, ослепнет от меча, сверкнувшего из ножен. Пожары для живущих есть прообраз Вселенского, когда сгорит земля. Масонству Бог пересчитает ребра, князя земли от страха заскулят. И пыль и дым столбом взметнутся к небу, все вожделенное тогда презрение и грязи. Для политологов разгадан будет ребус, от этой проповеди все очнутся разом. Огонь не термоядерного взрыва, хотя это исключить нельзя. От радиации последнего нарыва от тирана и гнойная зализывать князьям. Неопалимые, подземные сгорят, из головней слагаются утесы. Кого? Кто поджигатели? Семь ангелов подряд. Но как и где? Все так же под вопросом. Охватит боль, опустошает черева, заломленные руки скрючит мука. Как прежде взоры к новому еврею, а одна на всех последняя разлука. Деревья ввысь сметнули сущие руки, они уже не плачут по весне. У этих остовов урок не из науки, для разумеющих в грехах не закоснеть. 17 сентября 2003 года. Я пас коров и мимо рощи здесь, которую сожгли уже пять лет прошло тогда. И вот такое стихотворение у меня написалось. Ну, на сегодня пока все. синий